Роскосмос запустил видеотрансляцию с космодрома Восточный в блоге «Информационные технологии», сделано у нас, «Информационные технологии». Роскосмос запустил видеотрансляцию с космодрома Восточный Москва, 14 февраля. Федеральное космическое агентство по поручению вице-премьера Дмитрия Рогозина запустило прямую видеотрансляцию строительства космодрома Восточный. Наблюдать за строительством нового российского космодрома можно на официальном сайте Роскосмоса и на портале военно-промышленной комиссии РФ, уточнили в агентстве Финишная прямая по планам сейчас стройка должна выйти на финишную прямую Несмотря на имеющиеся проблемы, отставание от графика, нехватку материальных и людских ресурсов, чиновники всех уровней настаивают на том, что ввод объекта в эксплуатацию не может быть перенесен ни на один день В сложившейся политической ситуации это и вовсе становится вопросом престижа и одним из способов достойного ответа на западную политику санкционного давления Так что изначально намеченные сроки остаются в силе, вся инфраструктура Восточного должна быть готова к лету Первые полеты отсюда начнутся уже в 2015 году, а в недалеком будущем, 2018 год С этой же площадки будут осуществляться и запуски по пилотируемой программе Во второй половине 2015 года в рамках второй очереди должно начаться строительство стартового и технического комплекса для новой ракеты «Ангара», то есть создание космического ракетного комплекса тяжелого класса для запусков беспилотных космических аппаратов и в рамках пилотируемой программы Полный ввод в строй космодрома ожидается в 2020 году Перерасход средств 31 января глава счетной палаты Татьяна Голикова в интервью телеканалу «Россия» заявил, что перерасход средств при строительстве наземной инфраструктуры космодрома «Восточный» составил 13 миллиардов рублей Меня всегда поражала стройка. И то, как неэффективно используются деньги в строительстве у нас А если брать конкретный объект, то строительство наземной инфраструктуры космодрома «Восточный», сказала Голикова в эфире программы «Вести в субботу» с Сергеем Брелевым Это наши оценки, и их предстоит подтвердить правоохранительным структурам, потому что все документы мы отправили в Следственный комитет По нашим оценкам, это более 13 миллиардов рублей, добавила Голикова Во время визита в счетную палату 28 января президент России Владимир Путин поручил палате вести мониторинг выполнения антикризисного плана правительства и не допустить разбазаривания средств Председатель счетной палаты подчеркнула, что перерасход в данном случае является результатом завышения стоимости строительства и использования схем, которые позволяли использовать средства не по назначению